Дорожное радио представляет Вместе за безопасность Программа для водителей, пешеходов и пассажиров Здравствуйте! В студии Никиты Леонов На Дорожном радио стало хорошей традицией собираться субботним утром и обсуждать темы, связанные с безопасностью автомобилистов, пешеходов и остальных участников дорожного движения Наша программа так и называется Вместе за безопасность Сегодня у нас в гостях начальник отдела технического надзора Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Полковник полиции Сергей Алексеевич Чапурин Доброе утро! Доброе утро! Тема, которой мы посвятим ближайшие 20 минут, звучит следующим образом Федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения Контроль технического состояния транспортных средств находящихся в эксплуатации с учетом требований законодательства Серьезная тема Нашим слушателям мы, конечно... Да, вы хотели прокомментировать Очень серьезно Очень серьезно Нашим слушателям мы предлагаем принять участие в голосовании Оно начинается в соцсетях дорожного радио На наших страницах во Вконтакте и в сети Одноклассники Значит, вот какой вопрос Я думаю, что процедура техосмотра в России Вот А-вариант Должна быть взята под еще более жесткий контроль соответствующих органов власти Вариант Б Должна быть ужесточена Но только для перевозчиков автобуса и такси Речь о них Должна оставаться прежней Меня все устраивает Это вариант В Пожалуйста, слушатели, отвечайте на вопрос Ну а сейчас первый вопрос от нашей редакции Федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения Это, в общем-то, одна из основных функций госавтоинспекции Термин такой объемный и включает не только контроль за соблюдением правил дорожного движения Могли бы вы его как-то нам раскрыть? Ну термин, на самом деле, как бы он определен в положении о федеральном надзоре в области БД Утвержденное постановление правительства 716 Довольно-таки там много формулировок Это касается не только, как правильно сказали, контроля за соблюдением ПДД Но это правила, нормативы, стандарты Которые определяют требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации Требования к автомобильным дорогам И все, что должно выполняться, как бы, гражданами и организациями Которые эксплуатируют транспорт или эксплуатируют автомобильные дороги При осуществлении своей деятельности Поэтому перечислять не буду весь этот термин там на очень много строчек Поэтому основное, кроме ПДД, еще есть масса нормативных документов Которые контролируются при осуществлении федерального надзора Я предлагаю поговорить о контроле технического состояния транспортных средств Прежде всего, предназначенных для пассажирских перевозок Насколько я знаю, госавтоинспекция с 1 марта 2021 года Будет участвовать в проведении техосмотра автобусов Вот как это, собственно, отразится на техосмотре? Это должно отразиться положительно И результаты мы должны достигнуть того, для чего вводилась данная требования В федеральном законодательстве Чтобы автобусы были у нас, ездили по дорогам технически исправны И соответствовали установленным требованиям На госавтоинспекцию, если я правильно понимаю Ложится функция контроля за работой всех операторов Вплоть до контрольной закупки диагностических карт Верно я понимаю? Да Как вы считаете, вот меньше будет диагностических карт Которые оформляют, ну скажем так, полулегально? Вот если вот тут случится все Это одна из главных целей, проводимой реформой системы технического осмотра Хорошо, тогда скажите, вот какой регламент прохождения техосмотра У автомобилей такси? Потому что это очень важная тема Многие выбирают именно такси сейчас И хочется, чтобы автомобиль был в хорошем состоянии И самое главное, чтобы он был исправлен Ну, периодичность проведения технического осмотра Она определена статьей 15 Федерального закона 170 О техническом осмотре И легковые такси Автомобили, которые С года выпуска, которое прошло не более пяти лет Они проходят раз в год А те, которые старше пяти лет Проходят каждые полгода Поэтому, как бы, периодически она определена Ответственность за эксплуатацию Управления транспортным средством Такси, не прошедшим технический осмотр Сейчас она предусмотрена статьей 12.1 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений Частью второй Поэтому, как бы, надо соблюдать данные требования Хорошо Автомобилисты ждут, когда вступят в силу Новые правила прохождения техосмотра Можно ли назвать вот какие-то конкретные сроки И какие второй подвопрос такой Какие главные изменения ждут автомобилистов? Расскажите подробно Ну, все должно вступить с 1 марта 2021 года 2021 года За исключением административной ответственности Которая касается фиксации в автоматическом режиме Факта управления автомобилем без диагностической карты Которая с 22 года будет эта норма вступать Для автомобилистов вступающей нормы В принципе, никаких там кардинальных изменений Для них, наверное, нет именно для автомобилистов Их задача подготовить и представить На пункте технического осмотра Свой автомобиль в установленные сроки Для прохождения ТО Вот основная задача автомобилистов Поэтому, то, что касается по автобусам Главное изменение, что техосмотр будет проводиться С участием сотрудников госинспекции При этом именно сотрудник будет принимать Окончательное решение О соответствии или несоответствии автобусу Поэтому все, как бы, вопрос дальнейшей эксплуатации Будет относиться исключительно к нашей компетенции Кроме того, техосмотр автобусов Будет проводиться по графикам Которые будут разрабатываться Операторами технического осмотра Поэтому владельцам автобусов Необходимо заранее, наверное, уже сейчас Обращаться к операторам ТО Для определения времени прохождения Чтобы потом не было каких-либо проблем Ввиду отсутствия возможностей Либо будет превышено количество у оператора Возможности проведения Поэтому надо заниматься этим уже сейчас А не ждать, когда наступит 1 марта 2021 года Ну да, готовься с Аней летом, как известно Хорошо, как выбрать проверенный сервисный центр Где все все сделают как надо Там проведут грамотный техосмотр Верно заполнить диагностическую карту Существует, опять же, какой-то реестр Может быть, операторов ТО Как сделать выбор? Ну, по поводу выбора сервисного центра И пункта технического осмотра Конечно, наверное, посмотреть отзывы По поводу качества оказания услуг Может быть, заранее приехать в этот пункт Посмотреть, как он выглядит Какие там люди работают Какое там оборудование В принципе, первое визуальное впечатление Конечно, может оказать какое-то воздействие положительное Владельцы транспортных средств Это в том числе и потребители услуг Которые должны быть качественными Которые оказываются эти услуги Поэтому, конечно, услуга должна оказываться Соответствующим образом Поэтому лучше посмотреть Как мы любые услуги получаем Конечно, надо смотреть, у кого мы их получаем То, что касается реестр операторов технического осмотра Он размещен на сайте Российского союза автостраховщиков Он в открытом доступе Поэтому можно посмотреть Какой оператор действующий Соответствует ли адрес размещения Пункта технического осмотра Какие там техэксперты Для того, чтобы нормально Прийти и пройти техосмотр С 1 марта 2021 года Будет и такая штука, как фотофиксация Правильно я думаю? Да, будет Вот для чего это делается? Расскажите, пожалуйста Это в первую очередь делается Для пресечения нарушений В сфере Пресечения нарушений законодательства В сфере технического осмотра Для того, чтобы фиксировать Факт нахождения транспортного средства В пункте технического осмотра Что на самом деле проверка это проводилась Это в первую очередь направлено на это То есть это, опять же, все для автомобилистов На благо Это на благо автомобилистов Но с точки зрения ужесточения контроля В отношении операторов техосмотра Поэтому автомобилист от этого Как бы При выполнении всех требований законодательства Для него ничего не меняется Те автомобилисты, которые каким-то образом Что-то там происходит у них не совсем так Для них, конечно, поменяется Что они должны выполнять требования законодательства В полном объеме Которые они делают уже должны сейчас А не ждать 2021 года Машины на дорогах разные встречаются Есть новые, есть не очень новые Скажем откровенно Вот как часто нужно проходить техосмотр Владельцам возрастных автомобилей И какие неисправности могут считаться Ну, скажем так, роковыми Вот с такой поломкой на дорогу нельзя Ну, опять же, повторюсь Что в 15-й статье 170-го федерального закона Периодичность определена Автомобили, которые старше 10 лет Проходят технический осмотр раз в год Те автомобили, которые от 4 до 10 С года выпуска которых прошло Они проходят раз в 2 года Есть категория автомобилей С точки зрения легковых Это такси, автобусы Транспортные средства Которые перевозят опасные грузы У которых периодичность, если они старше 5 лет То они проходят раз в полгода До 5 лет раз в год проходят В любом случае Поэтому, как бы Вот эти позиции, как бы В этой статье определены Статья довольно-таки объемная Поэтому граждане, которые заинтересованы Четко понять, когда им надо проходить Конечно, они могут посмотреть Самое главное новшество Что сейчас увеличили, как бы, срок Для первоначального прохождения Раньше это был автомобиль, который С 3 лет, начиная С момента с года выпуска, который прошло 3 года То есть сейчас Это с года выпуска, который прошло 4 года То есть, в принципе, с учетом тех гарантий Которые дает производитель Автомобиль, купленный Новый У дилера в салоне Поэтому вполне, как бы Может себе Может соответствовать этим всем вещам С какой поломкой нельзя выезжать категорически? С точки зрения С точки зрения поломок С которые нельзя выезжать У нас перечень неисправностей И условий, при которых запрещается эксплуатация Определенно основными положениями под обыску Которые утверждены постановлением Совета министров Правительства Российской Федерации В 1993 году еще Как бы понятно, что он скорректирован По требованию технического регламента Таможенного союза безопасности Которые социальных средств Процесс корректировки сейчас тоже Так же происходит Конечно, наверное В качестве главных критериев Это неисправность рулевого управления Тормозных систем Но есть и другие Важные элементы Конструкции Которые должны соответствовать требованиям Технического регламента И правил дорожного движения То есть перечень неисправностей Которые должны быть Которые должны контролироваться И при которых управлять автомобилем нельзя Это неработающий свет фар Неработающие стеклоочистители В период дождя Или атмосферных других осадков Поэтому есть вещи Которые необходимо делать И, конечно, эксплуатируя транспортные средства С несанкционированными изменениями конструкции Это, конечно, тоже негативный фактор Которые могут повлиять на причинение Вреда жизни и здоровья гражданина Вот если человек выехал У него не горит фара, например Какое наказание его ждет? Ну, у него, кстати На ответственность за эксплуатацию Транспортных средств Техническими институтами Предусмотрена статья 12.5 Кодекса Российской Федерации Инициативных правонарушений Штрафы Если вот именно просто лампчика не горит То, по-моему, там у него 500 рублей штраф Ну, лучше это исправлять, естественно Если что-то не горит Лучше его не допускать Потому что в правилах дорожного движения Написано, что водитель перед выездом Должен проверить техническое состояние А в пути обеспечить Это обязанность любого водителя Независимо, там, юридическое лицо Перевозчик он Или просто уважаемый домохозяй Который поехал в магазин за продуктом Вместе с безопасность Напомню, у нас в гостях Сегодня начальник отдела технического надзора Главного управления по обеспечению безопасности Дорожного движения МВД России Полковник полиции Сергей Алексеевич Чапурин Мы обсуждаем важную тему Звучит она так Федеральный государственный надзор В области обеспечения безопасности Дорожного движения Контроль технического состояния Транспортных средств Ну и пришло время дать слово Нашим слушателям Слушателям Дорожного радио Мы принимаем телефонные звонки По телефону 620-37-70 Код Москвы 495 Алло, здравствуйте Вы в прямом эфире Доброе утро Здравствуйте, Дорожный радио Меня зовут Марина Я из Москвы Марина, ваш вопрос Смотри Я стал активным пользователем Популярного в нашем городе Сервиса каршеринг Я честно скажу Что иногда приходится Просто отказываться от поездки Потому что техническое состояние Некоторых автомобилей Вызывает большие сомнения Я просто боюсь Что у меня в пути Откажут тормоза И соответственно Вопрос у меня такой Есть ли какие-то особые правила Или нормативные акты Которые регулируют Правила прохождения Техосмотров Для каршеринговых машин Как это например Есть для автомобиля Службы такси Спасибо Шикарный вопрос по-моему Каршеринг В нашей жизни присутствует Хороший вопрос Спасибо большое Как бы Понятно Что для каршеринга Отдельных требований В законе нет По периодичности Это пока нет Вот что-то В этом плане Замечается Ну по крайней мере Нам об этом пока неизвестно Скажем так С точки зрения Самого транспортного средства Владелец транспортного средства Которые представляют Услуги каршеринга Я является юридическим лицом У них есть масса обязанностей Которые они должны выполнять Поэтому Если вы Как вы правильно сказали Если вы увидите Что машина технически неисправна То конечно От него лучше отказаться И если будет повсеместный отказ От использования автомобилей Этих компаний Я думаю что компании Сами поймут Что надо за техническим состоянием Следить Ну и за водителями Каршеринга Тоже надо следить И сотрудники ГАИ Водители каршеринга Это отдельная каста Это отдельная тема Для программы наверное Наверное да У нас есть еще один Телефонный звонок Давайте послушаем Здравствуйте Здравствуйте Представьтесь пожалуйста Меня зовут Елена Елена ваш вопрос эксперту Подскажите пожалуйста Как быть Когда при прохождении То Пытаются обмануть Ну так сказать Раскрутить на деньги Допустим такая ситуация Месяц назад я поменяла Тормозные колодки А сейчас мастер мне говорит Что они уже все износились Хотя я почти не ездила На машине Весь этот месяц Скажите Как поступить при обмане Как жить дальше Ну вы действуете В рамках закона Защиты прав потребителей Поэтому вы можете Обжаловать Как бы написать жалобу На некачественное оказание услуг Но вы должны иметь ввиду Что у каждого дилера Если мы говорим Про техническое обслуживание Автомобиля На там сервисе То есть У каждого производителя Регламент Проведения Работы Требования К состоянию Компонентов В частности Тормозных колодок Поэтому Тут в любом случае Конечно Если вы четко понимаете Что вас Нам пытаются Заставить что-то Какую-то услугу Приобрести Или оказать ее вам Некачественное Конечно Вы можете Действия обжаловать Но это Вопрос больше На некомпетенции Госинспекции А это вопрос Наверное Больше Роспотребнадзора Вместе За безопасность В студии Дарья Долинская Доброе утро Прежде чем Никита Леонов Подведет итоги голосования Хотелось бы Выслушать мнение Автомобилиста На тему техосмотров И не рядового водителя А того Кто разбирается В том Что говорит Главного редактора Автомобильного журнала Максима Кадакова В нашей стране У многих Мнение Что техосмотр Это простая формальность Бумажка Которую можно купить В автосервисе Интересно понять Только Откуда Такие убеждения Почему у нас Техосмотр Считается фикцией На мой взгляд Здесь две причины Первая Действительно Большинство Автомобилистов К сожалению Техосмотр Ну точнее Диагностическую карту Сейчас покупают И причем Способствуют этому В том числе Сами страховые компании Потому что Рука руку моется Страховые компании Сейчас отвечают За техосмотр И страховые компании Выписывают Нам страховой полис Поэтому когда вы приезжаете Например в МРА Регистрируете автомобиль К вам подходят люди И говорят Страховочка у вас есть ОСАГО Страховочка у меня нет Давайте мы вам сейчас оформим А у меня нет Диагностической карты Сейчас сделаем И у людей Оборудован офис В машине Где есть принтер Связь с офисом И так далее Погуляйте 15 минут И вам за эти 10-15 минут Делают И настоящую Диагностическую карту То есть Не фальшивую какую-то А настоящую Которая пробивается По всем базам данных И соответственно Настоящую страховку Только вы на техосмотр Даже близко не завершали То есть до сих пор Это во многих случаях Фикция Не все водители этим пользуются Не все владельцы транспорта Или пользователи транспорта Но многие А второе Вторая история Заключается в том Что у нас в стране В среднем там Год от года Около 3,5% До 4% Аварий всех Происходит по причине Несправности транспортного средства То есть Это маленькая доля Из этих всех аварий Заметную долю Составляют например Аварии связанные С разношинницей Поставил Спереди колеса Шипованные Например А сзади Не шипованные Если зима Или например Просто с большим износом Шим Или с отказом тормозов Или с переделкой Транспортного средства То есть Те вещи Которые по факту Не контролируются Во время техосмотра Потому что у нас Например Контролируются Только тормозные усилия Не контролируется Состояние Тормозных трубок Шлангов И так далее Потому что у нас На техосмотре Не предусмотрен Вообще Подъем автомобиля Чтобы посмотреть В каком состоянии Находятся Тормозные Все трубки И шланги То есть Сегодня человек Честно прошел Техосмотр На нормальных Летних шинах Пришла зима Он поставил Плохие зимние шины Те которые у него Остались С прошлой зимы Или с позапрошлой Денег нет Не купил хорошие шины Попал в аварию Повлиял на этот техосмотр? Никак не повлиял Поехал в лес Задел за пенек Оборвал тормозной шланг Попал в аварию Выехав на шоссе Повлиял на это Как техосмотр? Не повлиял Я к тому говорю Что если завтра Мы все честно Будем проходить техосмотр Прям честно-честно А все равно Будут аварии Которые происходят По причине Неисправности Транспортных средств К сожалению Здесь есть только один путь Должна быть Неотвратимость наказания Или возмездия Так скажем В случае Если человек По причине неисправности Транспортного средства Попадает в аварию И наносит ущерб Третьим лицам Когда водитель Садясь за руль Будет знать Что он точно Ответит материально За любой Нанесенный ущерб Третьей стороне И уж тем более Не дай бог Если пострадают В аварии люди То он будет И шины покупать Те которые нужно Ставить по сезону И следит За исправностью Транспортного средства И еще и пойдет Страховку купит Ну и кроме того Очень многие Владельцы автомобилей Сами следят Идеально За своими машинами Потому что они И машины берегут И свою жизнь берегут Соответственно Сервисы На которые мы приезжаем Вот этот добросовестный человек Приезжает на СТО Платит деньги Машину регулярно осматривают Сервис тоже должен понимать Что если этот человек Клиент Попадет в аварию И окажется Что у него там Тормозная трубка отвалилась И тормоза пропали А человек добросовестно Платил деньги И приезжал Вот на эту СТО Постоянно обслуживаться То есть Того должна знать Что этот человек Может выставить И регрессный иск Истребовать с этой СТО Деньги Потому что он приезжал К ним и обслуживался Чтобы бороться с теми Кто привык не заморачиваться С настоящим техосмотром В следующем году Вступят в силу Новые правила 1 марта 2021 года Должен вступить закон Фотофиксации техосмотра Когда процедуру техосмотра Будут полностью фиксировать Должна быть создана Единая база данных В том числе Фотобан Согласно которому Можно будет Действительно удостовериться Проходила ли машина Техосмотр То есть Происходит ДТП И выясняется Что машина Попала в аварию По причине того Что было что-то Не так в самом автомобиле Неисправности Транспортного средства Ага Залезли в базу данных Посмотрели Диагностическая карта есть А фотографии нет Значит Диагностическая карта Получена Видимо Незаконным способом Хочется подвести итог И сказать На техосмотр Надейся А сам не плашай Следите за исправностью Своего автомобиля От этого зависит Ваше здоровье И жизни окружающих Напомню На вопросы дорожного радио Отвечал редактор Автомобильного журнала Максим Кадаков А я передаю слово Никите Леонову Вместе За безопасность Ну а теперь Давайте все-таки Мы подвезем итоги Я напомню Что в наших соцсетях Мы сегодня Разместили опрос И вот какие мы Ответы получили Я думаю Что процедура Техосмотра В России Должна быть взята Под еще более Жесткий контроль Соответствующих Органов ЛЭС Вот так Отвечают наши Слушатели Ну Может как-то Прокомментируете Мы к этому Идем Активными шагами Сейчас начнем С того Что в закон Сейчас вступит С 1 марта Изменения 21 года И я думаю Что потихонечку Будем двигаться В этом направлении Конечно Есть и те Кто считает Что должна быть Ужесточена Но только Для перевозчиков Речь об автобусах И о такси Вот Впрочем Нашлись и те Кто убежден Что процедура Техосмотра В России И сейчас Неплохая И должна Оставаться Она прежней И их все устраивает Ну что ж Мы благодарим всех Кто принимал Активное участие В нашем опросе В соцсетях На этом программа Вместе за безопасность Завершается Спасибо Напомню Что у нас в студии Был начальник отдела Технического надзора Главного управления По обеспечению безопасности Дорожного движения МВД России Полковник полиции Сергей Алексеевич Чапурин Спасибо Всего доброго Всем безопасных дорог Удачи Дорожное радио Представляет Вместе За безопасность Программа для водителей Пешеходов И пассажиров Программа для водителей Программа для водителей